Субтитры создавал DimaTorzok В кыргызском народе в отношении кражи невест, то начнем с того, что испокон веков в кыргызских семьях браки заключались чаще всего по договоренности между конкретным кланом, родом или семью. Например, если мы говорим о том, что семьи договорились о том, что в одной из них есть парень, а в другой девушка, они договариваются о том, что эти молодые люди будут вместе, что будет создана семья, то обязательно семья происходит по желанию молодого человека без ведома девушки. И вот здесь ситуация гораздо сложнее, потому что чаще всего девушка даже и не знает жениха. И физическое и сексуальное насилие, как правило, сопровождают такие случаи. Взяли машину, поехали. Взяли в город, стали дожидаться ее, возле ее дома. Так получилось, что мы прождали около день или два, по-моему. Взяли ее, как говорится, она вместе с сестрой куда-то вышла, куда-то направлялась, по-моему. И вместе с сестрой затолкали ее в машину. Это случилось вот в те лихие 90-е годы, когда Советский Союз ушел. Контроль государства над личностью, он тоже ушел. И началось вот это, ну это в кавычках, возрождение обычаев. Это не возрождение, это псевдо-традиция. Это есть традиция, которая искажена в сознании 90-х, благодаря советскому периоду всему. Потому что мы хотели быть киргизами, нам хотелось быть киргизами. Мы думали, что этот обычай, он у нас идентификация. Понимаете, секундочку, там было так, что кража невест запрещалась, и оно каралось законом, там полтора года, что ли, можно условно было получить. Даже за кражу овцы три года давали. Мы все-таки добились того, что эту статью убрали, и вот это все присоединили к похищению человека. То есть если невесту крадут, это должно расцениваться не как традиции тогда, а как похищение человека. Тупо. Все. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok